Привет, любители единоборств! С вами проект Муэйтай Сики и очередной выпуск новостей, вернее не новостей, а результатов прошедших турниров. Итак, результаты UFC on Fox 20. Только что завершилось шоу UFC on Fox 20, в главном бою которого экс-чемпионка UFC в легчайшем весе Холли Холм встретилась с Валентиной Шевченко. Поединок продлился все отведенные на него 5 раундов, по итогам которых все судьи отдали победу Шевченко со счетом 49-46, с чем мы ее и поздравляем. Сейчас UFC в женских боях, очень тяжелая обстановка, так сказать. После Ронды Роузи никто не может удержать пояс. Любая защита пояса оборачивается проигрышем и переходом пояса очередной новой чемпионки, что в принципе мы, наверное, и увидим, когда Шевченко выйдет на титульный бой. Вторым по важности событием шоу стал бой Этсена Барбоссы против Гилберта Мелендеса, в котором Барбосса победил единогласным решением судей по итогам трех раундов. Кроме того, на шоу выступили два российских бойца. Александр Яковлев решением судей уступил Камару Усману, а тяжеловес Дмитрий Смоляков проиграл удушением во втором раунде Луису де Оливейре. Такие неудачные бои для российских бойцов, но в общем турнирчик был довольно хороший и интересный. Следующая новость. Теренс Кроуфорд победил Виктора Постола решением судей. Только что в Лас-Вегасе, штат Невада, завершилось ППВ-шоу в главном бою которого чемпион мира по версии WBO в первом полосреднем весе, 28-летний американец Теренс Кроуфорд встретился с чемпионом мира по версии WBC в этом же весе 32-летним украинцем Виктором Постолом. Боксеры начали бой осторожно, были очень внимательны, поначалу никто не мог завладеть инициативой. Однако в пятом раунде Постолу дважды был отсчитан нокдаун, после чего Кроуфорд завладел явным преимуществом, лучше двигался, был быстрее и точнее. В одиннадцатом раунде с Постола было снято одно очко за удары по затылку и по итогам 12 раундов судьи единогласно отдали победу Кроуфорду со счетом 118-107 дважды и 117-108. Бой был тоже довольно таки и, скажем, интерес не очень зрелищный, назовем это так. Постол старался все время отходить, выбрасывать джабы, в основном работал левым быстрым джабом. Кроуфорд его на этом ловил, прочитал его, можно так сказать, и через руку все время бросал свой правый боковой, правый прямой. Ну, в общем, выиграл по делу, скажем так, Кроуфорд. Постола, конечно, жалко, но что ни поделаешь, опыта надо набираться, удачи в дальнейшем. И Александр Гвоздик нокаутировал Томми Карпенсии. Только что в рамках ППУ вечера Кроуфорд Постол на ринг вышел 29-летний украинский боксер полутяжелого веса Александр Гвоздик. Его соперником стал экс-претендент на титул WBC в полутяжелом весе американец Томми Карпенсии. В первом раунде Александр пропустил правый боковой удар на ближней дистанции и побывал в нокдауне, но сумел быстро восстановиться и уже со следующего отрезка времени взять поединок под свой полный контроль. Преимущество Гвоздика росло от раунда к раунду и в шестой трехминутке он нанес удар по корпусу, после которого Карпенсии не смог продолжить бой до окончания отсчета рефери. Бой был действительно очень интересным, таким напряженным Гвоздик полностью владел инициативой, хотя и Карпенсии тоже довольно хорошо и жестко отвечал, старался бить силовые удары, но чисто визуально уровень, конечно, Карпенсии был пониже. Гвоздик был более техничен, более точен, более жестко наносил удары, но, конечно, побывал в нокдауне, очень неожиданный такой непонятный нокдаун был, пропустил боковой. Но поздравляем Гвоздика, конечно, молодчина, дальнейших ему успехов и удач. Подписывайся на канал, ставь лайки в конце видео и под видео, видеокурсы по тайскому боксу и самообороне на улице, которые ты можешь получить абсолютно бесплатно. Удачи в тренировках! Субтитры подогнал «Симон»!